Однажды в зоопарке, где работала Ричи, появился новый гепард по имени Миля. Все сотрудники знали, что важно быстро позаботиться о здоровье Миля и восстановить его силы, чтобы он мог присоединиться к остальным животным. Но Миля был очень болен и отказывался есть. Ричи, заботливая и любящая свою работу, решила приложить все усилия, чтобы помочь Миля. Она регулярно навещала его и проводила время в его вольере. Она чувствовала, что он нуждается в ее поддержке и любви. Однако кормить Милю мясом с лекарствами было нелегкой задачей. Ричи потратила много времени на то, чтобы найти способ скрыть горький привкус лекарства, чтобы Миля не отказывался от еды. Она терпеливо экспериментировала, смешивая лекарства с разными ингредиентами до тех пор, пока не добилась успеха. По мере прохождения дней и недель Миля постепенно выздоравливал. Он начал показывать большой аппетит и играть с Ричи в своем вольере. Между ними зародилась сильная дружба и взаимопонимание. Однако вскоре Ричи узнала, что зоопарк не смог справиться с расходами на уход за Милей и решил продать его цирку. Ричи была разбита от этой новости. Она любила Милю и боялась за его будущее. Через несколько лет, когда Ричи уже чуть подзабыла о Миле, она услышала, что цирк с гепардом приехал в город. Несмотря на прошедшее время, сердце Ричи знало, что это может быть ее Миле. Она не могла просто оставить весьма вероятный шанс встретить своего друга. Она пошла в тот самый цирк и с трепетом в сердце пристроилась возле вольера с гепардом. И там, среди других животных, Ричи увидела Милю. Миле уже прошло четыре года, и он потерял часть своего зрения. Когда Ричи подошла к нему, Миле с трудом разглядел ее. Он начал копаться носом в ее волосах. Но ее запах и голос подарили ему надежду и счастье. Гепард узнал Ричи, он начал облизывать ей руки. Ричи пообещала себе, что никогда больше не оставит Милю и будет заботиться о нем так, как должна. Ричи построила с командой вольер, который стал новым домом для Миле. Она проводила с ним много времени, поддерживая его и заботясь о нем, как только можно. Она показывала ему свою нежность и любовь каждый день, и Миле отвечал ей тем же. Теперь Миле живет счастливо в своем вольере. Мимо проходящие люди останавливаются, чтобы восхититься этой непростой связью, которая возникла между человеком и животным. Миле наконец-то нашел свой дом и любящую семью. А Ричи узнала, насколько сильная истинная дружба может быть, даже если она начинается с большого расстояния и сопротивления. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.